Ну, просто вы говорите, что вам не нравятся мои взгляды Я просто говорю взгляды больше про материк У вас взгляды как у оппозиционера, как у экстремиста, серьезно Хотя вы повесили нормальное вот знамя, сзади висит российское Как будто вы поддержите Россию, но по словам как-то даже не похоже Ну, видите, я просто на реальность смотрю чуть-чуть, вот как она есть Я не придумываю, не приукрашиваю Вот если, допустим, я с ребятами общался, то 30 тысяч зарплаты, вы говорите, езжай на материк, ну зачем? Во-первых, я там никому не нужен, во-вторых, там копейки люди зарабатывают, в Крыму поярче же, вот в этом дело Так в Крыму же ниже зарплаты, правильно? Не, вы знаете, в Крыму... О, здрасте, я вот где-то видел Здрасте Вы из какого города? Я Симферополь Ага, вот Понятно Что скажете, что там в Крыму, кстати, там, ну Вот в связи с этими событиями, что произошли Над Кремлем, что там говорят Блин, я вот сегодня Искал, наверное, часа полтора Вот какие-то ролики или что-то интересное посмотреть А на эту тему, типа, ответка какая-то там была или нет Вот чисто нашел, что вроде какие-то С России шахиды, или как она называется Ну, такой, типа, без того... Шахеды, шахеды, да Шахеды запустили кого-то там, кого-то они там Их 24 запустили, вроде 5 долетело, 19 долетело Ну, это так чисто, вот я посмотрел И все, в принципе А так люди говорят, что? Ну, говорят, если туда долетели Ну, я же с Крыма, вообще И у нас тут, типа, ну, баталии, типа, сезон будет, не будет Так, а вы сейчас где находитесь вообще? Сейчас я до конца скажу И все вот переживают, будет, не будет сезон И, типа, не едут в Крым, потому что, говорят, опасно А теперь, типа, если там в Кремль беспилотник вырезался Так какая разница, в Крым или в Москве? То есть, получается, что уже не опасно, можно ехать Ну, да, а вы где находитесь вообще? В каком городе? Я в Симферополе А, прямо сейчас вы в Симферополе, да? Да, да Ну, слушайте, я не думаю, что в этом году будет сезон Потому что, ну, вы сами знаете, почему Ну, люди боятся, да Ну, я же говорю, смысл, логика в чем? Если он боится, так в Москве тогда тоже нельзя ехать, получается? Тебе, раз там он врезался Вот у вас, кстати, на фоне вот эта картина Да, 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 нет, я просто, да, я смотрел как раз Нет, смотрите, разница вот в чем получается То, что ожидается, что сейчас Украина пойдет в контрнаступление именно на Крым Она же не пойдет на Кремль, правильно? Поэтому это сравнение немножко некорректно Ну, тоже, да Вот, вы знаете, я вот, кстати, просто прочитал в нескольких источниках Ну, естественно, в наших, в российской Что Кремль выдал инструкции вот ведущим, ну, основных каналов Что СМИ не должны обнадеживать россиян, рассказывая о неготовности ВСУ Представляете? То есть, ну, требует не занижать ожидания по поводу анонсированного наступления То есть, получается, что, как бы, Москва готовит нас, россиян Готовит к мысли о том, что, ну, наступление будет успешным И что Украина заберет Крым Ну, вы знаете, есть такой момент, первое Почему анонсированное? То есть, вот это странно очень Вот у нас даже, если взять элементарно Да даже со школы начинаю Вот, если человек что-то говорит, значит, это пустословие обычно У нас, если кто-то может действовать, он действовал всегда, вот, допустим Те, кто кричали первые, что они что-то набьют, обычно просто кричали А те, кто били, они били просто Совершенно верно, так об этом и речь Так об этом и речь Что, получается, сейчас российская власть Вы смотрите Пригожина Евгения, который, Вагнер Он там постоянно какие-то речи двухминутные в Ютубе Да он не какие-то речи, он конкретно бьет в набат, тревогу Что дайте мне снаряды, я буду вынужден оставить вообще Бахмут Понимаете? Мне кажется, он как второй Жириновский или нет? Я что-то путаю Я не знаю, как Жириновский или нет? А хорошо, а Стрелков, то, что говорит Как вы отвечаете? Я этого не знаю даже, я это вообще не знаю Но вы знаете, кто такой Стрелков? Здрасте Он освобождал от украинцев Крым в 2014 году Ну, я не сильно в Крым Так, подождите, вы же крымчанин или нет? Я не понимаю Да Вы родились в Крыму? Да Ну, так как вы не знаете Кто, 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 кто парламент охранял? Стрелков взял под охрану парламент крымский в 2014 году Как раз когда вот это все было Потом они пошли, пригласили депутатов Ночью Это Игорь Стрелков На самом деле его фамилия... Национальная армия просто зашла и все Ну да, да, но он полковник ФСБ Его фамилия Гиркин настоящая Игорь Стрелков А потом он первым захватил Славянск В этом самом... И он был первым министром обороны в ДНР Вы не знаете такого знаменитого человека? Не, ну я на самом деле многих не знаю Я вообще так, скажем, не всегда интересуюсь этими моментами Пока не прижмет, так скажем Не, ну мне кажется, сейчас все, кто в Крыму Должны срочно заинтересоваться Потому что, мне кажется, дальше прижиматься уже некуда Но вы же не поддерживаете, я надеюсь, украинскую армию Которая собирается контратаковать? Ну, честно говоря, я вообще не думал, что они будут контратаковать Атаковать, естественно, конечно, нет У меня же эти флаг висит российский Вот, я вижу, что вы все-таки, наверное, за Россию Несмотря на то, что вы живете на территории Крыма, правильно? Не, ну я аж там, по-моему, уже столько проверок прошел Я же как журналист, постоянно меня там кто-то проверяет Еще что-то бывает А вы журналист, да? Ну, вообще, да Но я в основном ситуацию в моменте снимаю Что-то происходит Не, ну какой вы журналист, если вы не знаете, кто такой Стрелков? Я что-то не понял Ну, такой журналист Ну, бывает и такое В том числе Это где вы работаете журналистом? Я на себя У меня аж канал там все работает на себя А, у вас YouTube канал есть? Ну, у меня канал и российский У меня вообще санкции на канал наложены американцами Потому что у меня ролики не... Канал какой? На YouTube или где канал? Во всех, да У меня ВК, Дзен, на Рутубе есть В ВК и в Телеграме А, на Рутубе есть, да? Конечно, обязательно Ну, на Рутубе там, наверное, и подписчиков-то нет, правильно? На Рутубе? Нет, у меня больше, чем у всех, кто в Крыму есть Сколько у вас подписчиков на Рутубе? А, у меня две с чем-то тысячи Давайте я вам сейчас точно скажу Могу даже канал скинуть Неплохо Сейчас, секундочку Я вам могу... А, я вам ссылку не могу Тут, наверное, забанят, да? Да нет, никто не забанят Давайте я вам название скину А вы в Рутубе можете поискать Сами уже найдете Давайте, конечно Вот такой канал Мы туда публикуем постоянно какие-то моменты Николай Моль Моль, да? Моль, это ваша фамилия, что ли? Фамилия, да, немецкая Николай Моль Вот Ну, я посмотрю, конечно Просто смотрите Я не понимаю Ну, мне очень интересно поговорить с человеком из Крыма Потому что Тут Ну, на основной российской территории Люди уже паникуют Потому что со всех сторон говорят, что сейчас будет контрнаступление Причем очень успешное Вот эти дроны над Кремлем Ну и так далее, и так далее Потом в Крыму у вас взорвали нефтебазу Нефтяные какие-то, да Там что-то горело, я помню Но они быстро потушили, по-моему, за пару часов Да нет Она там горела что-то 10 часов, по-моему Или 20 часов что-то Может, а ночью они Потому что я утром встал уже потушили Там сгорело все Это в Севастополе, да, было, по-моему Да, да Так у нас и в этом было где-то Какой-то аэродром там В Новофедоровке что-то там Да, да, да Нет, в Крыму уже было много Ситуация там в мире, сами понимаете Если все спокойно было, это было бы удивительно Нет, уже было полно терактов Потому что украинцы не оставляют в покое Крым, правильно? Ну это же их не тактика Они с самого начала какие-то опоры Срывали электрические Да, да, да Это террористы, они не умеют вести Открытую, честную войну Они работают Только методами террора, правильно? У нас, говорю, хорошие спецслужбы Постоянно ловят этих ненормальных Да, естественно Они только обстреливают вон Кремль И мирные жилые дома В России Российская армия, она же аккуратненько действует Если бы она хотела, она бы уже давно захватила Всю Украину Сейчас вы знаете, сколько камер у нас Вот, если пройти в той же самой Ялте или Валужке Вот чисто так Стоят вот даже в Симфрополе Вот такие здоровенные установки Такие стоят на столбах Которые снимают все Там распознавание личности сразу Кто куда пошел Номера, кто что сказал Ну все, в общем, фиксируется моментально И системы эти распознавания Тоже информацию доносят Про каждого подозрительного ненормального Их сразу же проверяют На корондаше Нет, это понятно Смотрите Просто Сейчас Если вы знаете Тамань Знаете, где Тамань расположен? Ну, если вы в Крыму Вы должны знать Конечно Я, кстати, тоже был в Тамане Так вот, в Тамане взорвали тоже Вчера или позавчера Нефтебазу Да, я слышал Что-то там базу Какую-то нефтяну Вот То есть, получается Они сейчас выбивают Все нефтебазы Все склады с боеприпасами И по всем данным Американская разведка Британская разведка Потому что я в теме Я читаю все А западные эти самые Они не преувеличивают Они говорят как есть То есть, их не интересует Склонение в чью-то сторону Они говорят, что Готовятся к большому Контрнаступлению Что оно будет успешным И что Крым Этим летом Скорее всего Все Уже захватит Украина Вы представляете себе? Как вы к этому относитесь? Крымчане Я имею ввиду Не вы лично А вот вокруг вас люди Как? Слушайте Наши люди В основном Вот я смотрел Даже там Такие-то блогеры Там снимают Мнение Опросы делают Я такого не делал Пока Желания особого нет А вообще там Ну все типа по приколу Там наступление Ха-ха-ха Никто не парится Вот если честно А что люди Не понимают Серьезность ситуации Реально Ну и все равно Всем абсолютно Все занимаются Кто картошку копает Кто какие-то там Эти строят Красит Эти заборы К сезону Кто еще Вообще никто не заморачивается Не ну смотрите Люди которые Там же есть люди Которые И Украину До сих пор поддерживают Правильно? Крыму Не ну тут Очень мало таких Они есть Понятно что их мало Вот они могут Ездить копать картошку Они знают что Придет украинская армия Им ничего не будет А вам например Тем кто реально Поддерживает Ну Россию Вам же У вас будут Ну какие-то наказания Наверное будут Или как вы думаете? Ну 95% Поддерживают Примерно Поэтому Если будет какая-то Прямо жесть И допустим Случится так Что выехать нельзя Будет Мост там завалит Или что-то такое Ну мы пойдем Постреляем тоже Я допустим Хорошо стреляю То есть навыками Обладаю Ну серьезные Поэтому мне как бы Я пойду Проще мне пойти пострелять Потому что я могу Переключиться Вот человек допустим Выходит И он боится Его убивают А мне пофиг Я там пойду Там буду стрелять Ну там грохнут А грохнут Если уже никуда Там назад Там не поедешь А другие тоже ребята То есть у вас У вас нет планов Например На основную территорию России уехать Нет Ну если будут Вывозить как-то людей Потихоньку То я поеду У меня что Я же бомжом недавно стал У меня родственники Дом пропили Мне в принципе Терять особо нечем Как понять вывозить Дело рук Спасения утопающих Дело рук Самих утопающих Если будут вывозить То может и поедем Если не будут вывозить Ну будем значит Обороняться То есть разберемся То есть вам Вам жизнь Вообще недорога Получается А какая разница А что Как бы еще бомж Мне нечего терять Мне вообще посрать Честно скажу Не ну вы же живете Вот нормально А что хорошего Я вот живу Что хорошего Я что-то новое увижу Что там случится Нет у вас сейчас Квартира где вы живете Это ваша квартира Нет Это вы снимаете Я же говорю Я бомжом стал Мне все равно Мне нет ни хрена А так тем более Что вас привязывает Лучше Едьте быстрее сюда И все А что там хорошего у вас Вот что у вас хорошего Там ничего нет То же самое Что тут Как Ну Россия Великая все-таки страна Это же не Украина Ну тут хотя бы Я же говорю Тут хотя бы природа красивая Чисто море А вы были на Урале Вы были на Алтае Вы были А что там Люди там зарабатывают 12-15 тысяч Аж стыдно Там делать нечего у вас Какие 12-15 тысяч Ну сколько У нас средняя зарплата Там почти Тысяча долларов Да нет Ну какая тысяча Вы что Я же с этим Не общаюсь Там зарплата 20 тысяч Люди в Москве Вон Если 50 получают То они уже счастливы А у вас какая-то ложная информация С кем вы общаетесь Да Вот я же Общаюсь с реальными людьми Которые приезжают Я же не с одним поговорил Денег вообще никто не зарабатывает Там если повезет Там Сильно Не знаю Вокруг меня Вокруг меня все зарабатывают Посмотрите Любые наши каналы Там средняя зарплата Вон По 60 тысяч По 70 А хорошо Хоть одного знакомого Приведите пример Что у вас зарабатывает А где он работает Ну где На нефтедобычу Люди зарабатывают легко Ну конечно Так там и места Для меня не найдется Почему Почему Там люди На вахту ездят Для всех места Какая там добыча Для меня Кому это нужно добывать У нас знаете Я вам расскажу ситуацию Вот вы сейчас Со мной в эфире сидите Да У меня вот есть камера За полмиллиона Профессиональная такая Большая Со стабилизатором Трехосевым Понимаете О чем я Ну не совсем Но Наверное Представлю Серьезное оборудование Для фильмов Вот я вам пример приведу У нас была выставка В Крыму В Алуште Крым Сезон 2023 И я как журналист Приехал Значит посмотреть Что там И у меня есть вариант Такой Что меня можно нанять Да Чтобы я освещал события То есть у меня То есть у меня У меня это стоит Там от 15 До 90 тысяч В среднем Такая работа Осветить красиво То есть красивая картиночка Все грамотно Монтирую Даю чистый материал Люди в восторге Вот И вы знаете Таких как я Не нанимают На эти выставки Пришел парень У нас такой мыльницы Вот такой вот Какой-то Никон Тысяч наверное За 8 рублей С таким отражателем Бел И снимал Ходил Ему заплатили деньги Ему заплатили Или 25 Или 30 тысяч Потому что он Скорее всего Знакомый Какого-то хрен знает Кого-то на этой выставке А такой как я Человек Который может Профессионализировать Он нахрен не нужен Никому Поэтому вот В принципе И в России Та же самая там ситуация Там будет какой-то Ваня дурачок работать Да и нормально Потому что Ваня Это знакомый Того Петя И все хорошо Это реальный мир Как бы Поэтому особо Тут ничего не потеряешь Ну то есть Вы как-то не очень За Россию настроены Я смотрю Не Я расстроен за себя В первую очередь Почему я должен быть Настроен вообще За что-то То есть мне нравится Что Крым – Россия Россия вас Освободила Вот Этих нацистов Блин Я понимаю Так а Причем здесь Конкретно За что я настроен Я говорю Настроен Чтобы нормально жить Не-не Вы знаете Просто вы говорите Вот такими словами Как Навальный Например Вы знаете Кто такой Навальный Да Вот эти оппозиционеры Экстремисты Да Вот они Навальный Которого посадили Да-да-да Вот они говорят Примерно такими Вашими словами Им то не нравится Это не нравится То есть они начинают Раскачивать лодку Понимаете Сейчас нельзя Раскачивать лодку Нельзя раскачивать лодку Сейчас наоборот Надо всем Платиться вместе Потому что угроза нависла И над Крымом Кстати в первую очередь Ну просто вы говорите Что типа вам не нравятся Мои взгляды Я просто говорю взгляды Больше про материк У вас взгляды Как у оппозиционера Как у экстремиста Серьезно Хотя вы повесили Нормальное Вот Знамя Сзади висит Российское Как будто вы поддержите Россию Но по словам Как-то даже не похоже Ну видите Я просто на реальность Смотрю чуть-чуть Вот как она есть Я не придумываю Не приукрашиваю Вот если допустим Я с ребятами общался То 30 тысяч зарплаты Вы говорите Езжай на материк Ну зачем Во-первых Я там никому не нужен Во-вторых Там копейки люди зарабатывают В Крыму поярче Вот в этом дело Так в Крыму же Ниже зарплаты Правильно? Не Вы знаете В Крыму Вот я вам так скажу Вот я недавно Снимал поселок Курортный Форос Все как Форос Снимают Обычно приезжают И снимают набережную Да А мне интересно было Дальше пойти Посмотреть Как живут люди Вот Форос реально Я зашел Я посмотрел на машины И вы знаете Минимальный доход человека В Форосе Просто обычного гражданина От 200 до 300 тысяч в месяц Правильно А знаете почему? Потому что они свои сараи Курятники Сдают отдыхающим Вот и все Это легко Легко объяснить Правда? А вы возьмите В этом самом В Армянске Как люди живут? В Армянске? Ой Там грустно Вы знаете Туда ехать Вот даже ехать Сама дорога Очень напрягает Поля-поля-поля-поля Или даже в Джонкой Давайте возьмем В Джонкой тоже не особо Я вам про это и говорю Вот это и есть Крым А вы взяли Южное побережье Самые крутые места Естественно Те у кого есть недвижимость Они ее сдают Каждое лето И на этом навариваются Ну может быть Понятно Но просто в этом году Конечно Вот среди моих знакомых Казали что Никто в Крым Вообще больше не поедет Потому что Хоть там и Очень-очень уютно И по-домашнему все Как в Феодосии Но С этими взрывами И с возможностью Того что сейчас Крым оккупирует Чужая страна Тут куда ехать? Ну вы знаете Мне кажется Если в Крым оккупируют То уже вам в принципе И тоже Где вы находитесь? Какой город? Новосибирск Новосибирск Я думаю тоже достанется Поэтому мало Я говорю Как это достанется Новосибирску? Ну а вы думаете Если будет ситуация Вот эта вот Военная Дальше продолжаться Что они мобилизуют Всех мужчин Вы думаете Что там все спокойно Будет тихо мирно Кто? Кто мобилизует? Не понял Как кто? Верховный Глокомандующий Наверное Мобилизация Про какую страну Вы говорите? Кто мобилизует? Ну если в Крым Захватят Как вы говорите Будет проблема Это же просто так Не будет Что захватили Все ладно Все пока Крым До свидания Тут же вложена Куча средств Инфраструктура Все То есть так и не будет Мобилизуют Абсолютно в России Там процентов 50 Точно мужчин Которые Ну и Дееспособны Как можно Мобилизовать в России Мужчин Когда осенью Была вот эта вот Повальная Мобилизация И почти миллион Мужчин Убежало за границу От первой волны Мобилизации Все кого можно было Мобилизовать Уже мобилизовали Тем более Это что Несколько сот Тысяч новых Мобилизованных Что придут И снова Освободят Крым От нацистов Что ли У вас неправильные Какие-то данные Очень много Людей Даже я с кем Общаюсь Есть ребята Которые в первую очередь Под призыв попадают Вот они заранее Даже все свои дела Порешали Когда был призыв И вот Если я допустим Знаю Вот мой круг 50 мужчин Которые Прямо в первую очередь Пойдут И никто Даже им Ничего не говорил Вот один человек Из всех моих знакомых Ушел Да Было Но один из 50 Никто никуда не бежит То есть это вот Если по моим даже данным Да Как обычного человека Это Грубо говоря 2% 2% То есть еще можно Мобилизировать 98% Я понял Смотрите Украинцы хотят Крым Не лобовой атакой Сметая там Всех это самое А они хотят Хитростью это сделать Они просто И кстати Этот план Я посмотрел Я даже не знаю Что мы можем Противопоставить Они просто Пробивают До Азовского моря Коридор Прекращают Нам доступ Сухопутный В Крым Контролируют Своими Хаймарсами Керченский мост И переправу И все И сколько Крым продержится Без продовольствия Без боеприпасов Без топлива Без всего Сколько Ну месяц Два И все И там некому Будет воевать Просто Люди будут Бежать через переправу Через мост На который Будут обстреливать Постоянно Поэтому у Крыма Нет ни одного шанса Да не Вы наверное Ошибаетесь Вот вы как-то Странно реагируете И вы просто Недооцениваете Россию Я вам могу сказать Что Смотрите Смотрите Ни вы Ни я Не являемся Военными аналитиками Военные аналитики Это Стрелков Это Пригожин Который в теме Он воюет Уже Все это время Он воюет В самой активной фазе Под Бахмутом И в других Этих самых Он Лучше нас С вами В сто раз Знает Ситуацию И лучше Чем знают В Кремле Поэтому Я же опираюсь на его слова А не на Свои какие-то фантазии Правильно Ну вы понимаете Что Мы находимся В России И вот даже то Что его записи Вот эти Которые появляются Да говорят Вот там Не хватает боеприпасов Это все слышали Ну Не слышали Вагнера Главный Говорит постоянно Так я про это и говорю Он постоянно говорит Нет боеприпасов Мы сейчас вообще Оставим Вахм Да Вот прикол в чем Просто в России Нельзя сказать То что тебе не разрешили Как бы Есть такой еще нюанс Так Прикозин то сказал Ну если я сказал Значит ему разрешили сказать Он сказал Потому что у него Армия частная Своя есть Это огромная сила У него десятки тысяч Блин Головорезов Хорошо подготовленных Прошедших И Сирию Там И Африку И сейчас Украину Десятки тысяч Головорезов И ему никто Поперек Большого слова Сказать не может Ну раз это Тиражируется Да И не контролируется Никаким образом Материч Значит это какой-то план Определенный есть Мы же не можем знать Свою Правильно У Пригожина план Он его озвучил Если мне Министерство обороны Сказал Не дает снаряды Я оставлю А он кстати По-моему Сегодня это было Он сказал Что за один день Только он потерял 126 человек Сегодня По-моему Он выступил Пригожин Только Только под Бахмутом Только Вагнеровцев Только за один день Он потерял 126 человек Слушайте Ну Вы же Лично не видели Мы его тоже не видели Может он Ну неправду говорит Кто его знает А для чего Для чего ему надо Говорить неправду Слушайте Ну вот Один из сценариев Допустим Он говорит Что все потеряют Теряют Теряют Они сейчас Как минимум Выманят Максимальное количество Там украинских Каких-то боевиков Да И Куда выманят Украинские боевики Сидят в окопах И как из тира Расстреливают наступающих Куда они их выманят Не Ну выманят На какие-то действия Определенные Да Они подорасслабятся Их на этом фоне Могут нахлобучить Как В чем будет выражаться Что они подорасслабятся Что лягут спать И в это время Ну вот они Посмотрят Его подслушивают По 100 человек Там по 200 По 300 И подумают Ой да мы все Как бы уже там побеждаем И побегут Это же украинцы У них мозгов-то мало Поэтому Нормально Ну Пригожин кстати Так Он не такого мнения Об этом Плюс А как я Что ему Плюс Не Подождите Я же вам только что сказал В нескольких источниках Вот появилось Что В преддверии Предполагаемого Контрнаступления Украины Государственные СМИ Не должны Создавать Ложных надежд У россиян Рассказываем о том Что ВСУ Не готовы к бою Слушайте Ну может они Готовы К какому-то бою Может они Ходят Я же тоже хочу Так Россия Готовит россиян К сдаче Крыма Я вот к чему Это все говорю Вы этого не понимаете Слушайте Ну вот Вы не первый крымчанин Который вообще Не понимает Что происходит Мне кажется Ну по действиям Не похоже Чтобы она готовила У нас наоборот Все строится Что-то происходит Причем тут строится Причем тут строится Вы не следите За событиями Я смотрю Да Ну Смотрите Дело ваше Смотрите Я в Крыму Не живу Вот я уже Смирился с тем Что Россия Скорее всего Конечно Крым потеряет Чем это закончится Дальше Я не знаю Да вы наверное Ошибаетесь Я не верю Что она его потеряет Так вот сидят Не верят Так послушайте Умных людей Ваше Правительство Российское правительство Сейчас говорит вам В первую очередь Вам Крымчанам Правительство наше Говорит Пригожин говорит Говорит Стрелков Говорит Что все Стрелков говорит Вообще война проиграна Давно уже говорит Я понимаю Это неприятно слышать Но если Вы любите правду Надо же ее уметь принимать Ну мало что Они там говорят Ну Говорить можно что угодно Это же информационное Больше Так им-то смысла нет Говорить как бы Против себя Вы не понимаете Почему Пригожину выгодно Чтобы ему государство Бесплатно выдало Какие-то боеприпасы К примеру Правильно А что вы думаете Он платит За боеприпасы Он же Он же за государство За наше И бьется Он же за него И бьется За государство Он же не в личных Своих интересах Это делает Он делает В интересах государства У вас представления Какие-то странные Не Но он делает Это в личных А так По слухам Говорят Что он в 4 раза Свой капитал увеличил По комиссии операции Сошла Так что он снаряды Сейчас начнет продавать Налево Или что Я не знаю Ну может просто Раньше была одна ситуация Он сейчас по-другому Хочет Как-то Знаете По-другому Скажем Интерпретировать И сэкономить Где-то И может поэтому Он надавил Хорошо А почему Почему наша власть Сейчас Обратилась К Большим Этим самым Каналам Не вводить людей В заблуждение Не говорить Что Россия Она готовит К проигрышу Готовит Население Может быть Готовят Просто к мобилизации Определенной Или все К проигрышу Готовят К проигрышу К захвату Крыма готовят Понимаете А у нас Я вам так скажу Вот я на пляже Буду лежать Вот в Новофедоровке Там что-то взорвется Вот в двух километрах Я еще туда сам схожу И поснимаю На телефон Мне вообще кофиг То есть и так И большинство Мы все здесь отбитые люди Нам кофиг О взорвалось Вы думаете Кто-то бежит Мы наоборот Бежим туда посмотреть Это интересно То есть Ваша жизнь Вас больше не волнует Получается Ну я не думаю Что в моей жизни Какие-то великие чудеса Послучаются Ради которых там Прям Мяда-глобада Нет Если вы не видите Смысл своей жизни Я с вами соглашусь Такая Она не сильно идеальная Как бы Она просто Как бы Вот я там хожу Что-то делаю Просто течет И вы живете Вот так как планктон У тебя У меня особо нечего Там И мне как бы Вообще Пофиг абсолютно Я понимаю Я понимаю Мне наоборот Интересно Я вам схожу Поснимаю Вот что там случилось Мне правда Предлагали поехать Поснимать Вот это В операцию Когда там разгар был Ну я что-то решил Туда не ехать Сильно уж опасно Было Сейчас Сейчас пока Весь не предлагали Больше Понятно Хорошо Ладно Смотрите Дело ваше Давайте Пойду я Да Давайте Держитесь Держитесь Пока Да я Все хорошо Не переживайте Пока Ну что Друзья Еще один Ну Хотел его назвать Умственно Насталым Но нет Еще один человек Который Не видит Смысла Жизнь И мы так И назовем Симферополец Симферопольцу Нечего терять Вот так Мы назовем Ролик Жизнь Которой он Живет Его Не устраивает Она ему Не нужна Поэтому Ну вот Что будет То будет Ну вот Вернет Украина Свои земли Ну вернет Посадят Меня за это В тюрьму За коллаборацию А я считаю Что за такую коллаборацию Обязательно Человек должен быть Наказан Я не знаю как Но по закону Я только за Законное наказание Потому что Ну Если у него на руках Нет крови Украинской То Он должен быть Наказан по закону И В общем Вы все сами слышали Знаете Такая тема У меня не укладывается В голове Как можно так Не любить Свою жизнь Напишите Что вы думаете По этому поводу Украина Что вы видны Украинской Во Zur upp improve Вспективы Отличные Украинской Украинской Продолжение следует...